Приветствую, на связи Мамберс, и сегодня смотрим мужское-женское. Я специально подобрал для вас такой трэшовый выпуск с алкашами из деревни. Всё, как мы любим. Поэтому уже за это можно поставить лайк. Ну а я приступаю к просмотру и желаю вам приятно провести время. Добрый день! Сегодня герои у нас, исходя из опыта нашей же передачи, люди, которые знают о нас гораздо больше, чем мы сами. Как ты думаешь, кто это? Догадался, соседи. Нет, чихуя, это бичи, алкаши, которые смотрят вашу программу, а не соседи. Десятки писем, жалоб и претензий захлестнули администрацию посёлка Ишеевка Ульяновской области. И никогда не думала, что под старость лет придётся ставить камеры, от кого-то спасаться, с кем-то судиться. Ничего себе! Прям какая-то продвинутая мадама, так скажем. Жители частных домов, пожилые люди, ветераны, инвалиды, лишились покоя с тех пор, когда их соседом стал предприниматель Александр Кокарев. Вот отсюда хорошо просматривается... Вот все проблемы из-за денег, ну типа, бизнесмены, как всегда, всё понятно. Вечно из-за них какие-то проблемы. Вражеская территория, зона боевых действий. Но Александр уверен, что вся его семья находится в большой опасности. Пока по соседству с ним живёт 68-летний пенсионер Василий Панфилов. Я не знаю, что ожидать от них, и приходится просматривать эти записи, и частенько выявляю то, что они творят. Ну-ка! Блядь! Нормально, нормально, начало нормальное. А как утверждает Василий... Чувак, сейчас мог вообще на пожизненно залететь, нахуй. Вы видели? С топором, блядь! Я вообще не знаю, как этот мужик уклонился. Михайлович, взяв в руки топор, он лишь пытался наказать надоедливого соседа и разрешить конфликт, который длится уже более 8 лет. Блядь, он, походу, просто присесть на нары захотел. Вот себя хозяином жизни считает. Он сказал, что война ещё не закончилась. Какие-то тут войны соседские. Прикольно, прикольно. Сегодня гости программы попытаются понять, как получилось так, что на шестисотках развернулась настоящая война. И почему обычный топор стал единственным средством в борьбе за выживание. Ну, потому что на травмат денег не хватило. Сегодня у нас в студии Валентина Панфилова. Валентина Григорьевна, здравствуйте. Здравствуйте. А что у вас там за боевые действия на участке происходят? Вы знаете, когда мы приехали в Ишеевку... Подпись Валентина Панфилова «8 лет судится с соседом». Нормально, ничего в жизни больше не достигло. Мы жили, можно сказать, даже не тужили. Построили этот дом, довели до ума. Жили, не тужили до 2006 года, когда не появился у нас новый сосед. И чем он вас вот просто так... Ну, такого своего рода Илон Маск. Только российский и деревенский, деревенский. Восхитил, что вы сразу стали с ним воевать или нет? Нет, знаете как, это дошло до того момента, когда Александр Петрович решил построить гараж. И разрешение спросил, конечно, у меня и у супруга. С нашего разрешения мы ему решили дать добро. Вы ему разрешили построить гараж? Да, хорошие отношения были, замечательные. Мало того, я хочу обратить ваше внимание, вот это ваша расписка, правда, что вы... Да, 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 да. Не возражаем против строительства гаража? Нет, нет. Хорошо. Не возражала, совершенно верно. И да. Так в чем проблема, я не понимаю пока, что он хотел построить гараж на их территории или где? Непонятно пока что. Этот гараж мы так оговорили, как у всех, Александр Петрович, шесть на четыре и на три с половиной. Ну и стройте на здоровье. Даже разрешила, говорю, вот чего будет стоять забор, ставьте стенку. Да, Александр Петрович и строит, и строит. Я без внимания, мы свои дела делаем, свой дом строим, достраиваем. Александр Петрович этот гараж строит. Он для себя строил или он строил гараж для... Огромный. Огромный, для чего? Гараж он там хотел, как сказать, ну как, как производственный цех. Меня возмутило, знаете что? Когда вот гараж построил он, уже кровля была. И в 2008 году... О-о-о-о... Пока что бабка душно рассказывает максимально, да? Дайте мне, блин, больше конкретики. На наш участок сваливалась масса снега зимой, весной масса воды, и наш участок с этих пор начал затапливаться. Строение приходит негодность, веранды, фундаменты все поползли. Блядь, что чисто нахуй из-за того, что крыша... Из крыши стекал снег, где я затопил участок. Бред какой-то. Земля полностью заболотилась. Я пригласила Александра Петровича и показала, говорю, Александр Петрович, смотрите, это что такое? Снег, куча, нужно убрать, с вашей крыши летит, как так? Повернулся, он и ушел. Я, конечно, написала письмо в администрацию. Признаюсь, я бы сделал точно так же. Администрацию, чтобы приняли меры. В администрации ответили, у нас, подавайте в суд, у нас нет рычагов управления. Ну, мы и подали в суд. Написали заявление. Реакция мужика. Че-то о своем сидит, думает, блядь, какой гараж, какие суды. Я, блядь, вообще думаю, блядь, денег до зарплаты не осталось. Че я тут сижу? У меня есть участок, но там нет ни одной камеры видеонаблюдения. А у вас они стоят, правда? Да, стоят. У нас три камеры. А почему решили поставить? Почему мы их поставили? Потому что постоянные вот эти нарушения, вот такое отношение нечеловеческое к нам. От соседа Кокурева Александра Петровича. Ну, то есть снег падает, дождь льет. Да. Давайте посмотрим пока. Блядь. Как я вот, блядь, выбрал это? Ну, вот, блядь, почему? На какие меры вам пришлось пойти ради того, чтобы обеспечить собственную безопасность? От снега, дождя и соседа. Блядь, мне кажется, Гордон просто на приколе с сарказмом все это говорит. Ну, и я вообще, он думает, сидит, думает, типа, блядь, ну, тоже, типа, почему бы это все показываем на Первом канале? 74 года прожила, и я такого не видела. И никогда не думала, что под старость лет придется ставить камеры, от кого-то спасаться, с кем-то судиться. В феврале до месяца поставили эти камеры. Почему? Сосед ходил по нашей территории. Это мы поставили одну камеру. Потом уже были вынуждены вот и сюда поставить. Это уже в эту сторону, уже на огород чтоб не ходил. Он же сломал забор и ходит по огороду у нас. Можно было поставить пластиковые окна, а мы не можем. Сидим вот за решетками, за этими. Блядь, мне кажется, они, типа, немного утрируют всю эту фигню. Ну, сейчас выйдет Александр Петрович, и все нам по полочкам разложит. А в этой комнате у нас вообще, смотрите, пленкой затянута. Мы закрыли пленкой акт дыма, который поступает от соседа. Ой, блядь, все, бабка нахуй. Ну, ты вообще крышей поехала, я не знаю. Ну, не, блядь, поставь себе пластиковые окна, нахер эти три камеры эти. Ну, и что изменилось с этого? Ну, ты поставила камеры, и что? Я понимаю, воровал бы он у вас там или что, но мне кажется, он не занимается такой херней. Этот сосед решил нас изжить и просто отсюда изжить и выгнать. Даже и в спальне мы не можем находиться, здесь как в газовой камере. Валентина Григорьевна, я правильно понимаю, что вы боитесь своего соседа? О-о-о, мое любимое одобрение. Я боюсь. А что вас заставляет его бояться? Психиатрическое заболевание. Что он сделал? Очень нехорошие, это ужасно страшные люди. Последняя его такая выходка была. Это он вышел перед окном и к нашему дереву, любимому, самые вкусные яблочки на нем растут. И знаете, что он сделал? Знаете, 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 что он сделал? Он расстегнул штаны и... Да я не могу об этом говорить. И посцал на него, может быть, как тяжело. Садиста, вот, настоящий садиста. Устроил пытку камеры. Включил, вот, знаете, после того, как снесли гараж, он в нашу сторону. Стоп, 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 стоп. Будьте к нам снисходительны. Мы еще на уровне постройки гаража. Вы дали добро на постройку гаража. Он его построил. Вы стали возражать после... И гараж снесли. Снесли. То есть... Блядь, ну, конечно, нахуй, чувих. Он построил гараж, вложил свои бабки. И, блядь, ты разрешила. Он потерял свои деньги. Конечно, он тебе будет мстить. Чего ты хотела? Что у вас будет хорошее отношение дальше? Блядь, блядь, просто какая-то бабуля. Сейчас ее дед выйдет точно такой же. Все. Подожди, судебные власти были на вашей стороне. И сказали, гараж здесь не нужен, его нужно снести. Снесли, да. И снесли. Это после какого суда? 89 судов прошло. Подожди. 89. Блядь, и максимально нихер делать там. Вот, реально. Вместо того, чтобы платить бабки в суд, реально бы поставили бы себе нормальные окна. Вот просто чем им мешал гараж? Я не понимаю. Подожди. Так, блядь, а вы чего локаете, нахуй? Бабка вообще сдвинутая, ну, с дедом со своим. В чем претензия к соседу-то? Почему вы от него прячетесь за этими, за решетками? Александр Петрович, ну как, гараж снесли и не весь. Оставили еще часть фундамента, тот, который был снесен в мой забор и установлена часть фундамента вот этой стены. Она так и осталась. Он должен его снести и поставить тот забор, который он снес. На сегодняшний день Александр Петрович на нашу территорию метр восемьдесят сантиметров запретендовал. Это не его территория, это наш. Дорогая моя любимая, то, что вы прошли сейчас, и восемьдесят девять судов, и восемь лет вашей жизни, это то, ради чего вы сейчас живете. Метр восемьдесят. Да, блядь, вот я тоже, я это в голове не укладывается. Блядь, метр восемьдесят, это вот бой-рост просто. И вот ради этого люди ходят по судам. Я просто представляю, сидит судья, сидит судья, к ней вот заходит вот эта вот мадам, и они такие, блядь, опять вы, че уже опять? Как вы меня занимали? Все, идите просто, идите, иди отсюда нахер. Почему он должна отдавать свой участок? Вы скажите мне, пожалуйста. А вот что думает про это Александр Петрович? Мы сейчас его знаем. Александр Кокарев у нас в студии. Давай, сидите. Здравствуйте. Что ж вы обманываете? Молодой, энергичный, пидо-сразу предприниматель. Все, Илон Маск на минималках, наш деревенский Илон Маск. Все нормально. Вы заслуженный ветеран труда, а говорите неправду. У меня зарегистрировано все. У меня зарегистрировано, как положено судом, в 2010 году определена ваша граница, что она проходит в метре от моего гаража. В метре, в вашу сторону. Она сейчас сказала, что тот снег, который упал, она сначала мне сказала, что ты делаешь, и потом пошла жаловаться. Нет, она сначала подала в суд, а потом сказала уже, что смотри, снег. По воде, по... О, блядь, студия просто великолепна. Сначала бабуся рассказывает о ней. О, вышел Илон Маск и такие... О, блядь, вы вообще за кого, ну? По воде, которая льется на ее участок. У меня по краю... По краю крыши организованный водосток, который льется не на ее территорию, а уходит в канализацию. Когда вы перее... Блядь, все. Мне кажется, я тут... Блядь, кукуха вообще улетела просто. В этой бабке, ну? Серьезно. Они там, блядь, с дедом грибами объелись, или я не знаю, чем. Поехали, что у вас были хорошие отношения с этой семьей? Они вам разрешили построить гараж, правильно? Да, конечно. Подписали бумагу. Да, они мне помогали строить его. Я попросил их за денежные вознаграждения помочь мне. Они помогали недалеко, не побезвозможно. Ух ты! А, то есть вы их наняли на работу? Да, да, да. Они видели, что гараж 15 метров длиной. Они мне помогали. Я три года строил этот гараж. Гараж или цех строили, извините, пожалуйста. Гараж или цех? Нет. Ой, блядь, какая нахуй разница? Гараж или цех, слышь, на своем участке. Че хочу, то и делаю. Заблевал. Я был владельцем грузового автомобиля. Я построил высокий гараж. Вы же согласие отдавали на его постройку. Вы же видели, какой он длинный. Гараж строился. Не, 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 не видели. Мы не знали, Личина, я не знала. Мы не знали, если бы мы знали, что это такое. Ну, мы не знаем, что это такое. Вот, блядь, походу, это бабка из того мемаса просто. Три года я строил. Три года. Вы же видели масштабы этого гаража. Что с тем гаражом сейчас? Сейчас снесли его полностью. Кто снес? Судебные приставы по решению суда. В данный момент, видите, это остатки моего гаража, который я строил своими руками. Блядь, Илона Маска жалко. Вот реально. Не запустил он SpaceX свой. Бабка, блядь, виновата, ну. Три года. У меня раньше был грузовик, и поэтому я сделал чуть его повыше. И с Тельфером, чтобы можно было производить погрузочные-разгрузочные работы. Для этого я его сделал двухэтажные. А чуть дальше там место освободилось, на втором этаже я поставил баню. В общем-то, ничего не осталось, осталась только вот эта вот часть строения, которое я еле-еле отбил у судебных приставов на протяжении трех лет. Василий Михайлович помогал заливать фундаменты, и Валентина Григорьевна здесь была. И никто... Блядь, вот, не знаю, вот к нему вообще никаких... Притом, блядь, такой, ну, типа, вежливый, складная речь у него. Все, выглядит нормально. Нет, блядь, бабка снесла гараж. Похуйне все пошло у мужика. Думаю, блядь, уже, ну, реально, выбрал бы другую деревню, я не знаю. Кто-нибудь мне не говорил о том, что чем-то им мешает этот гараж. Эта печка, которая спасла мой дом, благодаря ей, я выжил в эту зиму. Наступили морозы, там температура перешла в минус. И была вероятность, что у меня заморозятся и котлы, и водоснабжение. Я нашел единственный тогда, который считаю, правильный выход, поставил булерьян. Я его топил всю зиму для того, чтобы спасти свой дом. Кстати, я собираюсь опять на этом же месте поставить такой же гараж. Слушайте, а зачем вы хотите там ставить? Вы не можете отодвинуть? Ну, отодвиньте метра на два. Какая разница? У вас маленький участок, что у вас места нет? Кого, кого отодвинуть? Да ваш гараж, постройте его. Да без проблем, ну, перед этим скажите мне. Саш, подождите, Саш, ваши соседи признались, что у них теперь любимый сериал. Это три камеры, которые они поставили, и они наблюдают за вами. Ну, ёпнутые люди, серьёзно. Ну, типа, я ещё могу понять, если какая-то есть материальная ценность на участке, и ты боишься за неё. Да, без проблем. Да, блядь, я вот уверен, ну, на сто процентов, что там нихуя деду. Абсолютно. Неужели вы в ответ не воткнули хотя бы парочку? Ну, в общем-то, я раньше них поставил это. Давайте посмотрим, что вы видите. Каждый день приходится, приходя с работы, просматривать результаты видеонаблюдения, которые я поставил, только для того, чтобы обезопасить свою семью. Я не знаю, что ожидать от них, и приходится просматривать эти записи, и частенько выявляя то, что они творят. Вот ему я верю, вот он реально вот боится, мне кажется. Эта бабка, она, блядь, опасная. Серьёзно, надо оборотить, скорее всего. А этот-это приехал к дочери, сожитель. Да-да-да. Уголовник. Вроде как сидел когда-то. Вот то видео, которое подтверждает, что он хотел меня убить. Василий Михайлович частенько партизанит? Может быть, вспоминает своё детство? Детство вспоминает, ну. О, блядь. У меня вот из развлечений, что в детстве было? Я брал топор и ходил мышать. Да, немало. Народ тогда полегло. Но я вышел сухим из воды. Напрягает, по крайней мере, что они придумали. Слава богу, что хотя бы сдерживают их, то, что они знают, что камеры у нас работают. И это их сдерживает на какие-то, наверное, более... Дерзкие вещи. Дерзкие и неадекватные поступки. Скорее всего так. Просто стиль жизни, они, наверное, вампиры. Они живут тем, что высасывают из людей вот всё, что могут. Блядь, они не вампиры. Они оборотни вот серьёзно просто. Я не знаю, почему камеры их до сих пор не запечатлели, но я уверен, каждую там полнолунию они там за своим дедом превращаются и вот топор берут и погнали. А может быть, за столько лет они привыкли к вниманию, которое им уделяют органы, милиция, МЧС. И без этого они просто сейчас будут скучать, наверное. Все же ставят только для того, чтобы подсмотреть, как у них это происходит и почему они нам козни строят. Сняли, забыли, кто первый поставил, кто поставил второй. Но наверняка у вас собралась просто внушительная домашняя коллекция. Безусловно. Да. Вот какое самое главное из них, которое вы хотели бы нам показать? Я бы с удовольствием вам бы рассказал на пальцах, но, наверное, лучше посмотреть это будет. Подпись просто охеренная. Александр Кокарев. На него напал с топором Василий Панфилов. Блядь, Илл Маск. Вот до чего. Все, что ты за жизнь смог добиться, чтобы тебя подписали на первом канале, что на тебя напал Василий Панфилов. Вы готовы к передаче, я понимаю. Безусловно. Давайте посмотрим, да. Сейчас послушаю. Опа. Лютый замен будет сейчас. Блядь. Там вообще вот в сантиметре пролетел от башки этот топор, то есть... Блядь. Этот мог бы уехать навсегда, и этот мог бы просто уже закончить свою жизнь. Блядь. Дед вообще не выкупает. Вообще. Ээээ. Че он творит? Так. Вот, блядь, даже не знаю, что хуже нож или топор. Но я думаю, топор поопаснее будет, реально. Просто в сантиметрах от головы пролетело. Блядь. Это все сразу минус. 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 Я думаю, Дану Уайт бы заинтересовал этот дед. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихи-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. По поводу нас на снять тоже. Опа-опа. Снять надо, говорит. Зверь, 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 зверь. Что делаете? Опа. Блядь. Блядь, даже это не UFC, это рестлинг. вот там постоянно типа с какими-нибудь штуками нападаю да а потом когда 1 до сюда отхерачь вылетает кто-то еще вот прям как здесь это бабка не трогаем иди отсюда уйди уйди сказала уйди отсюда сейчас муж приехал уйди сказала уйди сказала отсюда и я тут вообще не могу осуждать илона маска но он просто защищался и я думаю даже если бы он завалил бы этого деда но теперь ему бы как минимум там условку дали или оправдали ну вот только я так понимаю он был на их участке вот и все сейчас из-за этого все начнется блять студия это просто великолепно давайте начнем с начала этого видео можете повторить нам и останавливать его по мере нашего требования пока не появились люди в камуфляже давайте дальше чуть не убил нет не попал правда хотел убить хотел не попал вот сейчас вот так не делал него я попал вы просто больше да и он явно попал подождите вы завалили его подожди бабка ты реально не понимаешь что дедом угло ты могла деду до конца жизни возить сухари на зону просто стоп стоп остановите видео это кто это мой друг баранов и 2 2 2 тоже товарищ амиров я хочу напомнить что это не не мы снимали это камера снимала и товарищи вполне возможно бухая там соседнем дворе не могли слышать и видеть что там происходит пока не раздались крики бухая соседнем дворе гордон ну ну что ты сразу людей так принижаешь они может занимались своими делами какими-нибудь изобретали может быть что-нибудь то что они кинулись на помощь мне кажется вполне нормально а я вижу александра который зная прекрасно как реагируют соседи вышел на ту часть участка которая по закону его но забор другой стране стал провоцировать мужика соседи никто же не отменял правду за метр территории иногда начинались войны я хочу напомнить что война алой и белой розы началась буквально за метр территории за метр гробницы слева на или справа по закону заставить человека поставить забор если границы участка определены нельзя конь опа все закрывайте деда нас вызывайте наряд я не знаю это вот 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 я думаю вот если бы его маск написал бы заяву и с этим видосом и типа покушение на убийство бэм на где-то бы тоже уехал но он их пожалел так что еще не понимать что бабка это распрягается ничто и на вас накинулся василий с топором потому что он считал что вы заступили на его территории у меня ребенок туда пойдет за самолет давайте василия позовем и спросим почему он с топором таки дался они с хлебом с солью выходит василий ww здравствуй уважая публика ты чё врёшь тащит или нет вот и не я думаю не тащит он его боится все таки встанет ее особой подачу уху работает наглую без совести сделала принести я без собора разберусь нормально и ты незаконно незаконно ты оформил метра захватил незаконно инвалиды сделал моей любимой женщину спасибо что речь не прописана для василия он говорит только импровизировано мы это видим что значит инвалиды сделал из вашей любимой нагло глухой аппарат купил за 27000 дал суховой австралий у меня такое ощущение что василий немного под препаратами а даже удар в ванну ударил он ее кто ее ударил этот я еще лежу когда задыхался я задыхался кто такой баранов и почему ударил баранов его раз свояк наверно друг его где вы нашли каком законодательстве или в уголовном кодексе или гражданском что земельный вопрос надо решать с помощью топора полковник полиции в отставке а вот нормальная подпись у него нет них на него василий с топором не нападал говорит все по делу но он я думал сейчас скажешь что за это в принципе его могут прикрыть я вышел забить дыру прогнать их это моя земля я задыхался блять чё не хлопают они там еще прикончены в этой студии я вообще не понимаю почему они хлопают то что он у него с топором добросился этот говорит просто хотел забить дыру провоцировал не один раз как он вас провоцировал а убил кота моего и скоро ободрал на плите расстелил камушки прикладывает и отзирается вот так вот илона маска следующая подпись будет убил кота что там происходит серьезно мне кажется дайте вот эту историю горячу и он снимет по ней в своем стиле типа фильм с одной стороны будет история вот вот этих деда и бабки а с другой стороны будет илона маска и в конце просто итог это будет шедевр звериному а вот это греори с горячки взяла шкур я говорю зачем ты выкинула надо милицию пригласить заснять это было дело и бросил в плиты ему потом чем вы кота-то убили александр я первый раз слышу опа правильно нет доказательств все все отрицайте все отрицайте доказательств нету нет не не надо брать на себе никакой ответственности ты все первый раз без белый пушевший что закаты давайте так когда он приехал он был хороший как приехал мне сразу не понравился правда да почему почему бы не понравился он как пришел вот так сел я ваш новый сосед буду хорошим соседом бля этот а василий мемный чувак просто нормально когда увидели что он построил ангар вместо этого оттуда будут взлетать боинги сейчас вот каждые пять минут вы сказали ни хрена не хочу на границе себе такое и начали спорить выиграли снесли гараж списка 6 лет снесли же не полностью он он снес забор и пускай его поставить на место где он стоял можно было можно василий вам сколько лет без 68 будет жене вашей сколько если 4 вы зачем живете как зачем ну зачем зачем как бы я реально просто это старшее поколение я не знаю вот сможет ли он что-то сейчас доказать мне кажется вообще ничего не хочет понимать себе вбил в голову то что он прав это что вот илон маск виноват во всем и блять до конца своей жизни пока либо его не посадят либо он сам блять на этот топор не упадет где-нибудь он будет бороться с ним мне кажется просто чувак соберется продаст участок и уедет в другое место я северянин скучно жить на этом свете господа да этими словами кончается история как поссорились иван никиперс иван иванович поссорились из-за кусака в один другого гусаком назвал ты пошла война и разрушились хозяйства семьи до до ручья дошла там не топор там ружьем было скучно жить на этом свете господа писал николай василич гоголь и могут только за ним повторить все но василий есть своя правда давайте посмотрим почему василий кидался топором все-таки на ну хорошо давайте блять вот даже интересно ну типа объективно оценить вот эту ситуацию можем ли не и почему я бы серьезно к щах это все воспринимаю я не понимаю тоже блять бред какой-то нашего героя вот когда я шел когда шел я увидел вот возле баня стоят два человека баранов и племянника мирова старшего друга сидела разговаривал по телефону я говорю мальчика участкового вызывай взял топорик я подбегаю я был состоянии эффекта я даже не помню в принципе то как бы получилось и вот махнул один раз второй раз перехватил он у меня топор я бросил туда и получилось что я на нем сижу уже задыхаюсь лежу режима здесь у сколько они троем на меня удар сделали вот сюда блин мужик я не услышал адекватной причины пылить почему ты это сделал вот серьезно ну типа это просто пока что знаешь следствие эксперт после того как ты его завалил и все показываешь как все было вот я тут лежу завернули руки мне баранов плясал на моей голове слушаю василия михайловича нет долго думаю чуть он там не задержался выбегаю сюда смотрю он лежит руки залолны а это как ударил меня я полетела об ванную головой ударилась я сначала не сообразила видно тоже сознание потеряла а потом смотрю они стеной стоят думаю убьют никого нигде нету забросит в колодец и все на этом видео наша уважаемая героиня говорит что мне двинули я потеряла сознание и так далее хотя хотя да мы прекрасно видим что она сразу поднялась давайте посмотрим как вас как вам двину как вы потеряли сознание и так далее вы будете брать гордон просто выглядит как адвокат илона маска в данный момент просто типа знаешь типа свидетель со стороны защиты пройдите все такое на этом настаивать вот нет они там его завалили вот вы подходите смотрите грозная женщина подходит зная что происходит абсолютно без всякой паники и говорит так поскользнулась села потерял сознание дальше смотрите вот как она потеряла сознание посмотрите посмотрите она встала из потери сознания начала дальше бить все кто подвернулся под руку это не тот кадр абсолютно точно точно как мы забыли про монтаж болеть валентина ты просто ну и не знаю найти себе хобби займи чем-нибудь оставь 5 лабаска ну серьезно уже поскольку соседи поставили камеры с двух сторон мы александрова камерой кокаре воспользовались да смотрите что мы там увидели пока что непонятная нарезка видео идет не могу понять что тут такого допускает пускает пускает сделает что хочется сюда идеально подойдет мем вот этот где чувак на же до станции подходит и горит здесь сумка видео запрещено камеру врубай нахуй мне кажется это вот у василий в молодости влияет дядя вася сейчас не просто бегает по полю это межевая веревка он ее все время сматывает сматывает и убегает когда есть хотя бы метр дележки нужен главный враг и он оказывается прям рядом вот здесь вот прям по соседству совершенно они же лупят друг друга ну вот кстати хер его знает был бы я в такой ситуации ну наверное мы просто уступил бы и забил бы хер серьезно метр ну мне бы ничего не сделал бы но я бы просто ну типа уменьшил бы участок на метр да и не блять пускай они там себе живут поставил бы себе двухметровый бы забор вот их бы разделил и все ну ходу умная маска тоже не не все не все хорошо они же не только друг другу соседи есть еще другие давайте это мое любимое видео послушаем что говорят соседи про них вот если гордон говорит что он ценитель кстати вот таких видосиков я думаю сейчас будет что-то интересное этот конфликт послушаем виноват кукарев безусловно какую-то он топку там устроил извините за выражение вот так кукарев тейлон маск да я так понимаю организм на всю территорию где-то он выживал этих соседей чтобы они остались вообще уехали бросить включает музыку что на в районе радиусе 400 метров мы все просто от него кайфуем кайфуем от этой музыки сосед выскочил с топором и кинулся на него вся улица конфликт на не считаются друг с другом не уважает друг друга и сбил вместе с со своим другом панфиловых стариков этих какие-то мелочные у меня вот эти деревенские так сказать очевидцы просто как говорится клад клад реально нападки на стариков на пенсионеров зачем я считаю что кукарев не прав а он ногой блять и что наглый и поэтому не прав ну блин и дед вот вот и все на лицам на везде дорога кукарев он его спровоцировал этого соседа василь михайлович василь михайлович нормальный здравом уме человек а у меня блять есть сомнения по этому поводу что он здравом уме ну и что и что теперь ну александр александр а знаете почему больше не броня потому что у него деньги есть потому что поэтому я вижу другую ситуацию да да вот блять лысый из brothers говорит ну походу очевидную вещь бля ему просто половина завидует и и все и считают блять его виноватым во всем но потому что он типа другой но не александр вот вам здесь жить вот вам ничего это не говорит вы не хотите вот я об этом и хочу сказать я об этом и хочу сказать ладно конфликт с ближайшими соседями так надо узнать это соседей вы их не знаете но они вас знают они все против вас и что делать мало того что они вас знают александр они вас еще и ненавидят стоп 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 юридической вины нет но вы виноваты в том что вы воняете на территории что вы шумите что вы провоцируете василия на то что мы кидался на вас с топором даже если это неправда так думают люди с которыми вы живете может быть вам слинять оттуда и все почему я то ну вот эти мне тоже был вопросик я бы вот уехал но сейчас послушаем милана маска а почему не по они все что ли я но вы не наладили отношения с соседствами с ближним не с дальним они я приехал когда они все были вместе они сейчас поют только в эту дудку вот и все коллеги я сижу всю передачу молчу и смотрю так ты вообще кто журналист что ли коллеги какие мы тебе коллеги ёлки-палки я тебя не знаю эту камеру конфликта нужно значит налицо провокация пенсионеров она из раза в раз она идет это снимается куча свидетелей это факт блять чувак купися нормальный костюм и не неси херню пожалуйста ну провокация соседей блять на что нахуй да какая разница как бы провоцировали это не не блять какая разница как бы блин провоцировали это все равно не должно вести к тому чтобы какая-то физическая угроза наносилась понимаешь там или какое-то действие это бред полный но значит просто василий не уравновешенный дед вот и все а илон он не мощи насрать на все я думаю должно быть второй вот вам совет сразу не ведитесь на провокации потому что что вы сделали с топором это может повести свои последствия мы чтобы когда уже суды пошли 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 александр петрович своим адвокатом на разбеговой на мировое соглашение чтобы не сносить гараж давайте решим эту проблему я согласна и мой доверительное лицо тоже горит валентина григорьев вам соседями жить давайте идите на мировое соглашение и хорошо соглашение подписали александр петрович возьмите на каком условии сейчас скажу я вам об условии говорю берите любую моего мне не нужна никакая машина вы или восстановите все что у меня разрушился от того что постоянно на протяжении стольких лет водой поливает вышли из строя фундаменты по терраса двери наперекосяк в общем все пришло негодно предложили блять может строить надо было нормально чтобы вот не произошла такая ситуация вот я уверен болеть не может быть такого просто чтобы с крыши типа натекло и у тебя блять фундамент разрушился но учитывая что он говорит что у него там водосток стоял я ему говорю александр петрович 450 тысяч или делаете весь ремонт сами мы пожилые люди нам ничего не надо нам верните все как было я бы с удовольствием если вот как они сейчас сказали что что вот так и написано было я согласился как было а было написано что 450 тысяч отдать им но гараж уменьшить до трех метров зачем вы говорите в мировом соглашении написано 5 во первых вот вот есть как говорится момент пиздежа если я приведу гараж в три с половиной метра теряется весь смысл моего гаража 3 с половиной в мировом соглашении 5 высоко мировое соглашение да не было туда никакого мы просто сидели разговаривали как разговаривали там печати приставы все официально вы чего говорите у приставов не в суде же александр петрович вы имеете право на стадии исполнительного производства мирового то есть отвозка была в том что они просили сделать гараж меньше меньше да и конечно сумма больше я постарался я посчитал я попытался но на 450 тысяч поверьте мне если я не исполню это условие они вам подадут исполнительное производство дальше я их не обманул я просто не набрал ту сумму александр тихо 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 с половиной метра и 450 давайте позовем сюда я уже сомневаюсь что тут из них вообще в принципе тут правду говорит ну походу не все сам со сдвигом может быть к это зараженная территория там или что просто херня какая-то анатолия стрельцова который тоже был свидетелем всех ваших разборок давайте позовем сюда бля какой какой красавчик ёлки-палки улыбчивый такой загорелый ну добряк добряк наверное по внешнему виду вот то что он все рассказал там сейчас я уже даже избился вот ему вот этот метр близко не нужен вот это просто подлый который вот надо человека давить 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 и что вы делаете то я дома живу не касается он хороший или плохой вот сейчас я скажу это монстр 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 а в чем он монстр он нанял бандит он говорил что я разбираюсь конкретно вот я могу значит найти товарища который значит может кого-то поставить на место сейчас спасибо вам за свидетельство сядьте сюда и помолчите сядьте и помолчить адвокат защиты в действии на границе участка он построил не гараж для себя для личного автомобиля а построил ангар для промышленного автомобиля и может быть в будущем разместил там еще и мастерскую потому что площади позволяют правильно понимаю вы немножко ошибаетесь дело в том что на втором этаже находится баня находил втором этаже чего вот этого гаража на втором уровне то есть он поделил легковая машина заход крыши задевает в конце гаража а наверху наверху находится баня а то есть это называлось гаражом не зарегистрировали вообще без проблем оказывается что он не так использовал землю которая ему досталась оказывается что соседи начинают жаловаться еще от того что он печку поставил оттуда идет чат он грузит это они не правы промышленного там ничего нету и печку поставили уже 17 на 9 двухэтажные с бани наверху это не промышленная понимает гараж под великовой машины гордон ты за кого вообще я вот за александра допустим а ты серьезный я пока что не понимаю мне может просто что-то не хватает ну типа какая разница на своем участке хочет что хочет то и ставит болит не понимаю но серьезность по в чем вопрос доход трехэтажный построит она кулаками бил у меня кадры если я съемка есть чем еще надо упа сволочь это в раке кубой щелки-палки соберись там на какие кадры у тебя есть 89 судов 17 заявлений на что вы не устали нам не нужна война мы хотим мирно жить мы хотим чтобы восторжествовал наконец-то я не знаю правда что ли о жена александра ответьте на вопрос на мировое соглашение почему не пошли вам оставляли высоту пять метров сохранили кран-балку вашу склон сделайте в свою сторону и пусть вас вода поливает почему мы с вас ничего не хотим и не нужны вы нам конфликт пошли вы нам не нужны мое ощущение такое что нас ждали там годами и это зависть и злоба в людях в панфиловых конкретно копилась годами и вылилось наконец-то на нас наконец-то мы вышли на главную тему главное зале опа получается кульминация выпуска ну давайте разбираться у нас спокойная семья адекватная у нас прекрасные друзья блять ну я вот честно даже в этом не сомневаюсь якубой сидит улыбается но блять мне кажется они илоны вернее маски они нормальные мы не занимаемся мордобоем мы уважаем друг друга мы занимаемся все вместе с александр вы не такие как они я правильно его звали выпить несколько раз он отказался вы же прекрасно понимаете кто они знали кто против нас так меня бы сожгли если бы отказался он изгой то есть он не пьет не бьет жену не пьет у вас хорошая семья у нас нормальная семья мы уважаем друг друга еще у вас две машины естественно мы живем за городом я прошу вас сейчас рассесться просто вот прям по диванам туда потому что у нас есть еще один свидетель да сейчас что-то будет мне кажется без реальных по углам так сказать развел и якубович что-то будет звезда есть еще один свидетель конечно и это сосед ваш котел кипит и это замечательно совершенно я не то что против этого кипения потому что пар всегда во все времена являлся культурой русской где чего закипела там и пар там и культура я дом строю у меня есть соседи и все кто казался милым первые 10 минут в следующие 15 становится врагами и потом уже кажется что ты воюешь за свою территорию и вот войско донское за тобой стоит соседи это люди которые если что случится вас прикроют чё за монолог такой я не понимаю ты чему ведешь парень будет блять свидетель или нет где трэш если что с вами произойдет вам помогут соседи это ближайшая ваша родня потому что ваша родня может находиться за тысячи километров отсюда пока мы этого не поймем мы будем воевать с соседями мы сейчас послушаем еще одного свидетеля спасибо спасибо что изложил свои мысли все очень интересно но мы вернемся к сути дела еще одну соседку я зовут нина якунина давайте откроем занавес опа ним я понимаю что вы сидите в окружении холодных экспертов и все это время негодуете но расскажите вот что там на самом деле то вы же нейтралитет держите между тем соседом и этим давайте знаете люди именно эти люди да они не такие бедные пенсионеры что их обижают все их во первых они пьют пожалуйста блять василий чё ты лахаешь как будто бы блять по тебе не видно что ты закладываешься нормально ну да пьют друг другу поверх анатолий ну-ка расскажи пожалуйста как тебе вася с топором бежал вот видите я так узнал когда анатолий сделал лучшее дело сделать дорогу вася не понравился он схватил топор и бежал за ним и говорил я тебе башку отрублю понимаете вот они говорят с вода снег я сама ходила видела это тут этот не раз было у них в гостях и этот участок там идет посадка там вода льется с это мы просили администрации сделать дренаж саша сам сделал дренаж этом чтобы у них сухо было у них там постоянно вода и там рушился вот это кольцо и то есть крыльцо не из-за гаража не из-за гаража понимаете вот лиц адекватностью повеяло наконец-то серьезно сейчас вот мне кажется и она все решит но блин я пока что не могу понять к чему в принципе суть программы ну и к чему бы должны тут прийти вот во вторых а в чем причина конфликт басе зависть мне кажется это просто сын василия наху ну вот серьезно то что он всю программу пытается мне кажется он просто тоже завидует александр вот если человек поехал в санаторий отдыхать он должен как отдохнуть приехать он приехал на несколько дней раньше встретил там пасию какую-то познакомился и сбил ну бля бабка походу тоже какой-то херню тут допыта что туда слова я уже вообще отказываюсь верить тут кому-то этой программе поэтому ход подачал казалось все нормально сейчас по полочкам разложит в итоге свернула вообще какую-то сторону то есть они просто вымогают деньги же населена руками такой же гараж стоит для двух машин газель чтобы зашла уже пять метров высотой это 450 тысяч до которой они вымогали 600 я выяснил 600 самое простое решение стать у вас уже есть решение на руках пойми же что сделайте в этот трехметровый забор прям по этой не поскупить прям сделайте уже шума скроила и они уже его опять снесли на мой взгляд после такого количества судов конец так вот в чем проблема короче он уже делал этот забор а я ему предлагал а он снес его блюдо дед с бабкой просто какие-то я не знаю крейзина просто ясно же путь войны это всегда путь в никуда и бля спасибо 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 вот серьезно вот нахер не дали слова вообще не понимаем пока уважаемые соседи не сядут напротив друг друга пока они не смогут все-таки взять и договориться мне кажется эту ситуацию не сможет разрулить ни один самый миролюбивый суд блядь да ну там дело даже не в этом мне кажется им просто не скучно жить вот и все и не начну заниматься вот это херню похоже на то знаете когда мы выбираем соседей мы выбираем себе образ жизни и мы очень много блять вот объясните мне пожалуйста ну вот кто хоть раз выбирал себе соседа ну серьезно вот ты покупаешь участок да ну а рядом уже кто-то живет ты выбираешь соседа нет ну ты приехал посмотрел дом он тебе понравился участок огонь все блять вообще по херу на соседей ну по идее или квартиру когда ты покупаешь ну типа на соседей реально не смотришь ты ее покупаешь вот и все все ольга психолог раз видели что когда люди ссорятся они очень долго могут выяснять отношения может быть 80 судов может быть 70 сесть за стол переговоров переговорить и что все было хорошо это очень редко я не знаю я не вижу выхода из этой ситуации может быть да да я бля тоже не вижу на ну типа как они решат этот вопрос либо кто-то оттуда уедет ну либо блять кого-то убьют и отдать им этот метр может быть отдать 2 может быть даже 3 отдать а может быть уехать и и поменять свою жизнь вот вот нормальное предложение серьезно этот метр в дальнейшем станет просто сокрови один метр сокровищем для вашего внука да ну серьезно просто убийство времени вот эти споры непонятные за что блин бред при помощи если вы не умеете жить в социуме купите себе а остров отдельный постройте дом там друзья все нормально короче деда с бабкой заходит сосили немножко вот и лет чем же все закончится интерес и пожалуйста послушайте меня вдумайтесь просто в эту цифру 89 судов да у вас психически извините отклонения нормальные люди до этого не дойдут просто но это да кукуха свистит я вижу говорю все а там уже на препаратах сидят однозначно каких действительно смешно друзья на самом деле я прослушала эту историю и поймала себя на мысли о том что я как будто бы смотрю многосерийный фильм сериал сериал у которого на мне кажется что продолжение еще будет очень долго идти потому что я но на самом деле вот вся эта история да вы сами себе все противоречите каждый пытается как-то перетянуть до одеяло себя но вы вообще чего сами хотите чего вы хотите сами молодец вы задумаетесь просто молодец 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 все все если вы пришли отстоять границу рубежей или вот вот наконец-то мы сейчас я пойму в чем суть этой программы ну типа чего хотят этот дед с бабкой ну и как илон маск решить свои проблемы установить ангар он же сарай он же гараж мы тут ни при чем есть какие то там люди которые будут налаживать ваши отношения и так далее если вы пришли сюда чтобы наладить между собой отношения мы тоже ни при чем потому что кто вам мешал наладить их до до сих пор если вы пришли чтобы не махать топором друг на друга и мы здесь ни при чем это в вашей воле взять топор или не взять топора правда ведь я хочу спокойно жить я прожил очень тяжелую жизнь 33 года моря проходил не один раз умирал нормально нормально 33 года моря проходил не один раз умирал ну что же как говорится все правильно все правильно да я прожил очень тяжелую жизнь 33 года на всем блять насрать какую жизнь ты прожил вот серьезно ну мне лично вообще по херу это твой выбор ты взросл ты выбрал такую жизнь ничего не поменял все зачем сейчас жалуешься на 33 года проработал в морях я не должен ему завидовать у меня нет чувства зависти а хотите что под мою баню не поджигал чтобы мою жену не убивал сделал инвалида оглохла ослепла сердце взвинул что он еще сделал почку вырезал до печень кусок ну ногу отрубил я не хочу чтобы я боюсь за свою семью у меня еще внучка там есть у нас правнуки есть блять чувак кроме тебя кроме тебя никаких физического никакого физического насилия никто не применял но отчет и боишься я вообще не понимаю ты виноват сам в этой ситуации и твоя жена эти хотите то вы чего я тоже хочу действительно жить спокойно но я хочу справедливости мне так обидно что меня меня знаете к сожалению к сожалению спокойно жить и хотеть справедливости к сожалению это наши стране вещи к сожалению нашей стране знаете я могу честно сказать я вот сегодня поняла какой счастливый человек если мой сосед перенесет хоть на 10 метров забор и этого не замечу потому что я слежу за своей жизнью мне этот да из этого массажа мы понимаем что июля живет в некоем частном доме метр не нужен мой гараж не трогали и все а из мою землю пускай забирают хоть двадцать соток но мой гараж должен стоять из-за того что только не метр не хватает а он есть этот метр а на самом деле мне не нужен если вы хотите спокойной жизни и вы хотите спокойной жизни если вы правда этого хотите то вы вся пойдете и поговорите а если вы хотите чего-то другого то этот разговор никогда не состоится это ваш выбор ну что же вот и все не совсем прикольный более такой напряженный какой-то выпуск получился ставьте лайк пишите как вам ну и что посмотреть еще до скорого что я знаю есть Продолжение следует...